Хм, здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Андрей Децент, и это Devil May Cry, самая первая часть. Ну что, давайте, собственно, приступим. Новая игра. События идут сразу после событий третьей части, которая есть тоже на канале прохождения. И тут у нас Данте, скажем так, постарше, поопытнее. Ну и, наверное, покруче. Да и не, наверное, так и есть. Все-таки с опытом пришла и крутость. Ну что, новая игра, приступим. Два тысячелетия назад была война между миром людей и другим потусторонним миром. Но кое-кто из потустороннего мира осознал несправедливость и в одиночку пошел против этого легиона. Его звали Спарда. Позже он безмятежно правил миром людей и продолжал сохранять порядок до конца своих дней. Он стал легендой, легендарным темным рыцарем Спардой. Девил Макрай Простите, мы не работаем в девять. Опять без пароля. Мне начинает казаться, что настоящих заказов не будет. О, притормози, крошка! Так, так, что здесь у нас? Зов природы? Туалет там. Так, ты должен быть тот умилец, который берется за грязную работу. Я права? Почти. Я занимаюсь только особыми случаями, если ты понимаешь, о чем я. Ты тот, у которого силы зла отняли мать и брата 20 лет назад, сын легендарного темного рыцаря Спарды, господин Данте. Ну, как я понимаю, в этом деле много тебе подобных приходит. И если я буду убивать каждого пришедшего, в конце концов я должен сорвать банк рано или поздно. В таком случае ты должен привыкнуть к подобным вещам. Ты действительно сын легендарного темного рыцаря Спарды? Разве твой папка не научил тебя пользоваться мечом? С мечом? Ребята, пора браться за дело. Даже в детстве у меня были силы. В моих жилах течет кровь демона. Какая сила? Ты первая, кто познает мое отомщение, которое, кажется, становится ближе. Похоже на то. Но я не враг тебе. Меня зовут Риш. Я пришла за твоей помощью, чтобы положить конец потустороннему миру. Что? 20 лет назад Мундус, император потустороннего мира, воскрес. Мундус? Да. Его силы были усмирены Спардой. Он вновь пытается захватить мир людей. Он готовится открыть врата на острове Малят. Замок на этом утесе. Давай, пошли! Ну вот, собственно, и начинаем наше приключение на этом острове. Да. Все так же красный плащ. Правда, добавился еще красная жилетка. Штаны красными стали. Кстати, этот наряд есть и в Делл Мэкрай 3, собственно, после прохождения. Меч, грань силы и два пистолета Эбони и Айвори. В переводе наверняка здесь опять так же, как и... Так, это у нас... Ага. Ой, какое меню. Все в тумане. В тумане! В тумане! Ничего не видно. Свет и тьма. Разумеется. Самодельные пистолеты Данте. И демоническое оружие. Клинок сила. Напоминание об отце Данте Спарде. Ну, это как бы не совсем клинок силы. Там как форс-эч, как бы грань силы. Ну, ух ты, а если ничего не делать, то Данте будет стволами вращать, да? Так, это карта. Угу, тут, ну, управление несколько другое. Ну, ладно. Приятная картинка, надо признать. Так. Желтый шар. Волшебный камень, который возвращает к жизни после смерти. Хе-хе-хе-хе-хе. Глядя на морду этого шарика, что-то мне не очень верится в этот положительный эффект. В прошлом многие посещали сей остров. И эта статуя видела, как они шли навстречу смерти. Да, в свое время хотели сделать Resident Evil, а получился Devil May Cry. Это же как раз про эту часть-то. Собственно. Эта новость имеет отношение. Ух ты. Ничего себе, можно даже так сигануть. Ну-кась. Неплохо так. Так, слушайте, по-моему, Данте прыгучее, чем в третьей части. Гораздо. Так. Ну, круто. Идем. Так. Миссия первая. Проклятие кровавых марионеток. Разрушить злые чары и отбереть двери. Начать задание. Признаюсь, в отличие от третьей части, я в эту толком не играл. Ну, так. Немного, если можно выразиться. Поэтому я тут могу очень многие вещи пропускать. Приемы, кстати, те же самые. Те же самые. Ничего сверх такого. Ну, что, давайте будем смотреть, что получится. Красный шар. Применимый для получения новых навыков и отпирания дверей. Чтобы получить новый навык, вы должны предложить камни богу времени. Бог времени, как всегда, у нас без изменений. Я его там краем глаза заметил уже. Гораздо интереснее другое. Что у нас тут есть вообще? Наверное, не какие-нибудь секреты. Опять же, увеличение здоровья. Я чувствую, здесь нам это очень понадобится. Поскольку я не очень-таки осведомлен. Здесь вообще я боевой системе. Да и вообще в целом обо всем и вся. Ну да ладно. Ой, как он изящно спрыгнул. Я-то думал, мы прыжок сделаем. Он так аккуратненько. Не напрягаясь. А-а-а. Так у нас... У нас что это стрельба? Что это стрельба? У нас две кнопки, одно действие. Да. Ох ты. Зараза. Ай, как ж мне... Как ж мне пройти-то? Вот тут вот ворота закрыты. Мне нужно 45 красных шаров, чтобы ее отпереть. Хе-хе-хе-хе. 45 красных шаров. Дантый, ищи шары. Сколько у меня шаров? А-а-а. Дверь заперта. Ржавый ключ может мне помочь. Хорошо. Ищем ржавый ключ. Если уж на то пошло. Ага. Черт, С2 я туда смогу попасть. Так. А че это за статуя? Ой. Да. Неужели никак нельзя что-то здесь... Сделать? Вот. Бог времени. Музыка такая. Тут больше оркестровая тема. Если в третьей части это рок, т.д. и т.п. Да, то здесь вот именно больше такая... Оркестровая, но не менее эпичная тема. Так, я, по-моему, собрал 45 красных шаров. Может быть, к богу времени наведаться? Как думаете? Так. Угу. О, смотрите, да? Видите наверху? Ну, я туда вряд ли смогу попасть. Ммм, как он прыгает-то? Ну, ладно, давайте-ка мы откроем дверцу. Или попробовать к этому подойти. Давайте посмотрим, что хотя бы мы можем приобрести вообще. Что нам может предложить местный бог времени? Эй. Должно быть, это статуя хранителя времени. Этот бог знает и помнит все прошлое. Слова этого бога выгравированы. Те, кто желает овладеть древними методами войны, взамен приносят кровь чудовищ. Он не отвечает. Мне лучше сперва отпереть дверь ниже. Так, вы использовали 45 красных шаров. Да, красный плащ, красные шары. О! Во! Вот что мне надо. Часть синего шара. Также известен как частица жизни. Но это всего лишь четвертая часть одного шарика. Когда он станет целым, у него будет сила увеличить максимальный предел здоровья. Здоровья. Хорошо. Тяжелая железная решетка опущена. Похоже, эта железная решетка должна быть поднята, чтобы выбраться из этого старого замка. Замечательно. Это такая резидентская тема. Подходить и как бы читать мысли главного героя. Знаете ли, кто-то скажет, что это как-то немного скучновато, но на самом деле это очень круто. Мне это лично нравится, когда можешь к чему угодно подойти и посмотреть, что скажет главный герой. Из этого окна мне видно сад замка. Молодец. Там прямо что-то то ли ветер, то ли какие-то странные вещи творятся. Так. Ну, давайте сюда. Ага. Обвалившаяся лестница преграждает путь. А где-то, видимо, за кадром кто-то на... играет пианино, да? Так, это марионетка, которая похожа на жителей этого замка. Да это этот клон, походу. Можно и сюда, в принципе, попробовать, да? Я так понял, пойти. Ну, давайте... Да. Как бы намекает, все-таки туда иди. Но я-то хочу посмотреть, что у нас здесь. Не просто же так нам это... Дали возможность сюда пройти, наверняка что-то есть. Нет, больше, видимо, нету. Так. Шариками путь выстлан нам. Во всех этих книгах перечисляются заключенные и суммы под их залог. Должно быть, комната использовалась для содержания высокопоставленных офицеров во время войны. Очень увлекательно. Что это у тебя в руках? А, рожавый ключ, который заржавел. Но должен работать. У меня терзают смутные сомнения. Похоже на то, что кое-кто сейчас у нас... Ну, наконец-то. Так. Во! Ох ты, зараза! Отлично. Давай, подбрось его! Кстати, в этой части оружие как бы наносит побольше урона, чем, допустим, в той же третьей. Вроде как-то так. Жалко, жала нету. Ну, это, наверное, надо приобрести. Все-таки это коронный прием. Вот это куда ведет? Ох ты, как интересно. Как интересно. Здесь есть лестница, но крышка закрыта, и я не могу пройти. Печально. Как-то странно, вот эта вот тема на стене отражается. Что это такое вообще? Здесь есть три отверстия для вставки чего-то. Но я там лично открытый рот вижу. У статуи. Кругом черепа и прочее. Ну, ладно. В принципе, ясно, куда идти. Давайте-ка двигаться назад. О! Очнулись. Система стильного боя тоже осталась. Вернее, она здесь началась. Мало убить соперника. Надо сделать это стильно. Ну, где у нас там ржавый ключ вставляется? Вставляется он у нас наверху. Вроде как, да? А может и нет. Синяя дверь, она у нас где была-то хоть? По-моему, наверху. Кто-то там на заднем плане реально эти клавиши нажимает. Пам-пам-пам-пам-пам. Это гипп похоронный прям марш. Ну чё, бог скажет? Должно быть это статуя хранителя. А, во! Так. Вы можете приобрести здоровье, магию и другие вещи. Звезда, звезда, звезда. Синий шар. Неприкасаемость. Даже так. Желтый шар. Звезда жизни. Святая вода. Неприкасаемость. Вот синий бы шар бы. И фиолет... О-о-о-о! Вот надо на фиолетовые шары, короче, копить. Дэвил триггер это вещь нужная. Так же, как и на синие шарики. Да и вообще надо на всё копить. А приёмы... О! Кстати, тут такая карта. В принципе, она и в третьей есть, но я толком и не пользовался. Так, что у нас тут? Приёмы обычные. Отскок. Нажмите направление. Так, затем удерживайте, чтобы прыгнуть. Чтобы ударить и кувырок. Понятно. А, ладно. Допустим так. Чём-то это мне сейчас немного напоминает фильм Астрал, когда в потусторонней мире оказался главный герой. И там вот такая же тема играла, как вот эти вот заевшие-то эти пластинки есть. И там песни времён, я не знаю, 50-х каких-нибудь, там, 40-х. Вот играют там какие-нибудь исполнительницы. Нет-нет, а жути нагоняет. Так и ждёшь, что здесь такое же будет. Ну, смотрите, дверь, оказывается, на первом этаже была. Вы использовали ржавый ключ. Спасибо. Бутылки. О, сколько добра-то можно поломать. Чё это такое? Похоже, этот двигатель использовался для починки биплана. Полностью сломан. Да. Ну, тут, короче, надо всё разломать. Камень на камне ни в коем случае нельзя оставить. Я чую... Я чую тут у нас секретец, возможно. Судя по всему, он его не... Не ремонтировали они, видимо, на протяжении долгого времени. Не похоже, что он будет летать. Так. Так. Ну-ка. Во, осколок. Я ещё и там осколок видел. Нормально. Вроде пока более-менее как-то всё идёт. Чё это такое? А-а-а-а! Ясно! Набивать, чтобы активировать. Такие замки. Я балдею. Чё это лапы болтаются. Хе-хе-хе. Так. О, ребят, вы очухались. Так. Ух ты! Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, а-да как-то это. Ага, зелёный шар. Я здоровье восстанавливаю. Спасибо. О! Мда. Ребят, да вы издеваетесь? Чё-то вас больно многовато тут. Как по мне. А вы гляньте, смотрите, да? Нитки видны, нитки видны. Марионетки. Вопрос, что кукловод. Так. Давай-ка. Ох ты, как интересно. Если не удерживаешь прицел... Хотя нет, постойте. Чё это было? Давай-ка. Раз. Как я там эту комбинацию сделал? Вот. Во! Вот они! Ё-моё, я-то ещё думал, как... Как же это... Вот, как оказывается. Всё так же и по такому же принципу работает. Как и в третьей части. Вернее, в третьей части. Ну, вы, в принципе, поняли. Я просто смотрю с позиции сюжета. И хронологии развития именно сюжета, а не выпуска игры. Ну, вот это, конечно, круто. Но, что мне здесь делать, дамы и господа? Что я здесь забыл? Однако, если как-то это странновато. Больше похоже на то, что я оказался где-то... Где-то... В западнее. Как мне выбраться? О! Здрасте! Так. Во! Недурно! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это я понимаю. Абсолют прямо! Есть выше? Ах ты! Давай-давай, стреляй, стреляй ты в него. Что это он сделал? Хм. И постоянно правая рука. Вот, заметь, это какой-то скрытый бог, у которого постоянно правая рука куда-то тянется. Карманник, походу, либо домушник демонический. Не знаю, карманник. Точно. О! Миссия завершена. Шары 150. Так. Из них я там отдал 45. Оценка охотника на демонов. Премия за оценку. Это что, Зе? У меня только одно слово. В натуре класс! Зашибись. Чётко. Я понял, что это за оценка. Это значит, я вообще классно всё сделал, по всей видимости. На премия за оценку. Но предлагают сохранить и приступить к следующему заданию. Ну, знаете чё, давайте-ка мы тут закончим и продолжим уже, как обычно, всё уже в следующих сериях. Ссылка на плейлист группы УВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.